русские активизировались на харьковском направлении и вот сегодня с 5 утра они выпускают гигантское количество всего что имеют и параллельно с этим президент делает заявление и говорит о том что у нас все под контролем мы были к этому готовы у нас все просчитано и рассчитано и мы понимаем к чему это может привести но конечно же нам нужно оружие и вот буквально за час полтора может два до нашего с вами эфира появляется любопытная информация от политика о том что соединенные штаты готовят для нашей страны новый пакет военной помощи на 400 миллионов долларов вот хотел бы попросить вас все это в совокупности прокомментировать может как-то действительно все это может помочь нам может каким-то образом повлиять на ситуацию на полюбое я думаю что тут достаточно просто видно и заметно что когда часть оси зла провалилась в вашингтоне и задержка с помощью украины провалилась и в конце концов украина и израиль и тайвань получили помощь и поддержку от соединенных штатов то после этого мы видим активизирует то пришло понимание того насколько ограничены сроки и я называю это то что россия оказалась в западне потому что они теперь оказались ситуации когда украина будет получать больше даже в оружии чем тот до этого и поэтому вот такая у них ситуация не на это отреагировали на это видимо такую же реализацию тем что решили активизироваться к сожалению их можно понять но надо сказать что в ряду разных причин количество помощи от соединенных штатов сейчас я думаю резко увеличится и так же как в прошлом это означало давать ту помощь которая нужна прямо сейчас на поле боя а не думать слишком далеко о всяких самолетах отдать прямо сейчас помощь которая нужна прямо сейчас ну вот видимо мы сейчас в этой ситуации опять и значит нужно сделать то дать украине то что украине нужно для того чтобы сдержать это наступление потому что да вы правы говорят что пишут то папу ну что россия открыла новый фронт и конечно это это очень настораживает я хочу выразить поддержку и солидарность тем тем зрителям и слушателям которые находятся вот под ударами прямо сейчас потому что люди смотрят ваш канал или того чтобы понять что происходит и надо признать реальность россия еще еще не капитулировала да это правда и спасибо огромное за эти слова вы знаете президент зеленский сказал сегодня о том что если не помогать украине путин будет идти к полного к полному разрушению украинской государственности и собственно государства а потом ракеты полетят дальше и вот это не первое заявление которое касается того что будет после того если путин удастся победить потому что дальше европа европейские страны и так далее я хочу вас спросить как вы думаете понимает ли европейские лидеры что извините но они могут быть следующие я думаю что они это очень четко понимают и об этом мне еще говорит новость о том что сейчас в брюсселе обсуждается вопрос о том чтобы запретить российские деньги каким-то образом лимитировать российское влияние на европейских политиков потому что это это важная тема это говорит о понимании той угрозы которую представляет россия что не все деньги пахнут одинаково что российских денег еще падает капает кровь льется кровь и опасность и вот это мне это говорит это когда люди начинают думать о том чтобы возможно отказаться от чего-то видимо это говорит о том что они видят грозу поэтому я ожидаю что европа будет противостоять этому опять же наблюдаю за тем что происходит соединенных штатах европа должна еще больше понимать свою важность свою уязвимость и насколько в принципе коалиция союзники это сильнее одного это это настолько мне кажется базовая ситуация что когда ты оказываешься один против всех то тут нужно серьезно вообще задуматься а по по ряду причин но в данной ситуации европа работает пока что более не менее вместе и это в этом смысле будем надеяться что трамп просто является будет таким страшным звонком предупреждением и покажет всем путь вперед не на самом деле не материализируясь на самом деле республиканская партия в палате представителей готова начать процедуру импичмента президенту байдену из-за его угрозы прекратить военную помощь израилю сообщает факс ньюс инициативу готовит республиканец от флориды кори миллс он заявляет что байден пытается давить на израиль используя для этого доллары сша приводится параллель с первым импичментом объявленным демократами трампа из-за того как он обращался с помощью украине вот об этом сообщает факс ньюс что значит вот это заявление как вы считаете ну вот это сообщение как вам сказать интересно потому что республиканцы цепляются за за цветочки за что угодно чтобы удержаться потому что им срочно хотелось бы все таки каким-то образом сделать импичмент байдена я знаю ну у меня было подозрение что они захотят ему устроить импичмент потому что он секретно передавал атакам с на 300 километров до того как на это дал разрешение конгресс и тут можно было бы устроить не за то что он делал то что они хотели а то что он это делать до того как они это разрешили но они решили за вместо этого напасть на него по поводу израиля в конце концов ничего из того что здесь сказано не поднимается до уровня high crimes и misdemeanors то есть до того высокого уровня ответственности и угрозы который естественно представлял собой трамп когда он торговался зеленским по поводу того насколько он даст помощь которая уже выделена а здесь мы видим что часть из того большого пакета но вот определенная часть будет вот эта часть задерживается потому что там считается что там оружие которое но не нужно для того видимо не то чтобы не нужно потому что конечно израиль решает как израилю воевать но когда мы смотрим на густонаселенные территории и мы видим что оружие предназначено вот оно может привести к очень опасным смертельным наступательным практически результатом то это все таки вызывает здесь реакцию и это и мы видим чтобы поставлены ограничение и надо понимать что после этого будет только больше ограничений а это еще один приду это еще один звоночек предупреждение израиля что им нужно прийти в себя что они решили что я в меня просто поражает ирония судьбы что люди против которых пытались устроить окончательные решения и как она провалилась этот final solution решили теперь что можно все таки кому-то другому устроить окончательные решения и это сработает это это какая-то странная реакция на как вам сказать чтобы странный конечно это нормальная реакция тут не не может быть ничего нет нормального все это реакция на это это на это было спровоцировано это была провокация для того чтобы получить реакцию но если израиль окажется сражающимися сам против по без поддержки от союзников то это как все было сказано в другой статье которую я просмотрел заголовки это бесконечный подарок владимиру путину это просто бесконечный подарок и даже арабы в соединенных штатах когда они рассуждают за кого голосовать за фашиста трампа или за геноцида джо вот у них вот такой выбор и они понимают что натаньяху предпочел бы трампа поэтому тут для них проявляется определенная конкретная связка и они чувствуют что все-таки надо поддержать наверное байдена но у байдена сейчас непростая ситуация потому что он черт поделить центрист и он не слишком влево и он не слишком вправо и им никто не доволен потому что и те и другие хотят чтобы либо было намного больше либо вообще не было ничего а он хочет взять какую-то часть помощи и намекнуть своему союзнику чтобы тот начал как-то успокаиваться и сворачивать операцию потому что окончательного решения здесь ну видимо технически невозможно и надо как-то понимать что будет дальше и как дальше существовать потому что не евреи не арабы никто оттуда не уедет и вот это меня просто поражает вот наблюдая за всем этим соединенных штатов когда у нас конечно собственная история с индейцами которые хочется напомнить всем нашему у него университетским студентам что вообще надо приехать в вместо того чтобы протестовать в университете езжайте в резервацию и помогаете людям или протестуйте попали ну что-то так сказать дома займите с тем что у нас происходит но это детали так что вот такая непростая ситуация которую байден пытается вот это его вариант проскочить между струек или оказаться центристом для трампа оказаться центристом например не сработало потому что он решил проскочить между строек по поводу абортов и теперь в результате все решили что поскольку он сказал что каждый штат может делать что хочет все решили что он запретит аборты поэтому вот вот такое а с байден то что хочет сейчас намекнуть посылает всем сигнал что он вот такой секунд но это просто это это совсем не то что было с первым импичментом трампа да но но интересно что я думаю что тут это еще одно напоминание на то о том об отношении трампа к украине потому что украинцев должно быть вот это еще вы даже такой флажком да да слушайте но вот все же чтобы наш зритель чтобы наш зритель понял все как бы да вот серьезность или же напротив несерьезной ситуации то есть удастся им привести этот импичмент или нет или это невозможно и это вот в целом знаете как рычаг вот влияние да он еще работает потому что вот штиль 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 импичмент и вот вокруг этого все начинает кружиться 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 и так далее понимаете машинка импичменты есть и каждый туда может залезть и может начать нажимать на рычаги и так далее когда в рулем пытаться к руле крутить вы знаете вот стоит машинка мы можем не посидеть поговорить у у у у мы едем куда-то и так далее но если нет вот этого преступления есть ли нет какой-то или большого желания от толпы который достаточно но нет ничего вот просто есть большинство который говорит слушайте давайте продержимся не надо устраивать импичмент по пустому месту когда мы по любому поводу не по пустому места по каждому поводу когда мы не согласны с президентом устраивать ему импичмент это не то как эта машинка заводится она на этом топливе не работает ей нужно более сильное топливо которого здесь не наблюдается то что делает президент или то что делал министр внутренних делал майоркас этого этого не наблюдается и цифр политических у деури шуликанцев на это нету поэтому сейчас они могут только вопить по этому поводу и настаивать и бить себя в грудь и говорить насколько они за израиль а когда травм встречается с фашистами и нацистами это они конечно игнорируют потому что это дело не относится как вы думаете проведет ли нетаньяху эту операцию в рафахе или в рафехе и как это может сказаться на поддержке сша и уж простите буду об этом спрашивать на поддержке джозефа байдена в канун этих выборов надо признать что для джозефа байдена это важно только в том смысле что в некоторых штатах в штатах и выборы будут настолько близки что каждый голос имеет большое значение и не хочется терять никого даже тех нескольких студентов которые из-за этого не только поменяют свое мнение но еще придут и проголосуют просто мы говорим о некоторых штатах но в контексте всей страны это даже как-то это выяснилось что и студентов самих это в принципе не интересует у большинства студентов другие проблемы поэтому то что сейчас происходит среди нашей золотой молодежи как в разных университетах золотая молодежь пытается показать что она тоже есть у нас тоже есть золотая молодежь висконселе там тоже кто-то оккупировал какую-то лужайку и мы там выскочили ура сфотографировали вот какие мы за права всех на свете это да это пиар война которую израиль проиграл но если война если наступает перемирие если наступает обмен заложниками если наступает какое-то прогрессивное движение то этот антисемитизм этот антисионизм который конечно уже теперь поднялся на определенном уровне на определенной части вас хлынет потому что есть реальные действия которые влияют на этот пиар на информацию поэтому не просто вот там почему бы они не держали бы камеру не было проблемы нет там израиль ведет очень агрессивную кампанию мне она кажется просто библейской они видимо там на ближнем востоке решили что все должно быть по библейски какое-то вот и палестинцы совершили какое-то библейское зло а теперь израилем отвечает как бог отвечал так и в старые времена ну это можно оказаться без союзников такой ситуации а бога одного в союзнике тут не запишешь этого недостаточно надо иметь еще на этой планете кого-то и говорить что вы нас не поддерживаете значит вы антисемиты вы знаете я еврей но только по днк и не надо я когда мне говорят что я там неправильный еврей ну знаете я буду решать каким евреем будет что я вот вот я есть стопроцентный и ну а то что я считаю это мое мнение у меня есть на это полное право я уверен что я подозреваю что я не один просто когда дело доходит до микрофона почему-то самые громкие самые кровожадные оказываются у микрофонов а я считаю что агрессивным центристам есть место очень хорошо понимаю чего говорите юрий ну хорошо же в таком случае скажите нам пожалуйста действительно еще две темы хотелось бы обсудить одна касается дебатов потому что сейчас вокруг этих дебатов что-то непонятное разворачивается но по крайней мере для нас в украине поскольку трамп что-то предлагает давайте проведем дебаты байден вроде не отказывается разводит руками говорит организовывать эти дебаты непонятно зачем к чему когда мы ждать ли эти нам дебаты скажите пожалуйста юрий что здесь происходит достаточно интересно потому что у нас как бы были обычно дебаты и вроде бы опять будут как обычные дебаты но посередине был цирк и театр потому что в начале мы видели что на одних дебатах на которых трампу и байден удалось подебатировать перед прошлым разом когда трамп проиграл трамп пытался заразить байдена ковидом он пришел туда больно и хотел еще то ли обнять то ли руку пожать и не да и после этого байден ему очень что-то не доверяет не знаю почему странно 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 такая да после этого них дебатов не было потом трамп стал вопить на каждом углу что он готов дебатами при этом он хотела именно дебатов с байденом потому что он хотел себя быть пусть он выше всех своих кандидатов из праймерис что он хочет прямо идти с при на дебаты с президентом на что ему президент отвечал ну естественно он хочет мы делать нечего так что президент значит президент отказывался он занимался делом а сейчас мы видим что байден видимо чувствует что он достаточно непроигрышной ситуации против трампа и дебаты с трампом могут ему не не должны ему навредить могут даже и помочь мы видим что он согласился на те дебаты которые приглашают как есть обычно три дебата которые проводятся комиссии на политические там специальный комитет и вот они их вначале послали а теперь к ним все вернулись по разным причинам но что интересно что трамп сейчас будет выступать и чуть ли не сегодня на съезде либертарианской партии или пока не очень скоро что очень странно потому что либертарианской партии там вроде бы rfk джуниор роберт f кеннеди младший от них частично по крайней мере избирается что там трамп от республиканской партии у нас так не принято когда глава одной партии заходит на конференцию съезд к другой партии выступает у них но вот такая у нас сегодня либертарианская партия так кеннеди младший предложил трампу дебаты говорит но есть ты будешь у нас то хотя бы дебатировать но конечно трамп его отверг потому что интересно что сейчас кеннеди младший является больше угрозой для трампа чем для байдена потому что потому что у него сильная значит конспирологическая составляющая но выяснилось еще и почему потому что у него выяснилось он значит разводился в двенадцатом году и он сообщил тогда что у него червь мозг съел да 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 и но это просто разница между тем что влияет на как бы часть мозга который когда человек избирается в президенты сша и когда он разводится с женой ему нужно платить вот тут у него как быть разная часть мозга но для дебатов с трампом мозгов хватает видимо но но трамп не соглашается так что с дебатами вот такая вещь так что ожидаем дебаты они обычно там сентябрь октябрь и есть определенная динамика то что происходит но в конце концов я еще не видел выборов на которых по после дебатов как то вот что что то изменилось это еще одна возможность для кандидатов показать себя не провалиться никто там я не знаю не упал не поскользнулся никсон потел для него это было очень плохо но у него говорят колено болел он там стукнул колено и он потел и колено болело и он проиграл tv выборы но с тех пор обычно таком варианте это тоже не особенно решается ну это нужно быть януковичем чтобы проиграть выборы я помню у нас где дебаты между ющенко и януковичем не знаю следили ли вы не следили но это был конечно провал виктора федоровича януковича впрочем по другому то и быть не могло и после этого его политтехнологи сказали что витя сиди молча пожалуйста мы все сделаем сами никаких дебатов ну и соответственно второй раз когда он уже блокировался никаких дебатов не было потому что но как бы исход предопределен в таком случае был бы так сказать свои два цента это то что полна на форт вернулся к работе и к работе он теперь опять консультант он недавно просил чтобы его срочно выпустили из тюрьмы по состоянию здоровья а теперь он работает опять консультирует диктатора это замечательная новость слушайте так во-первых два слова скажу о том о чем написал андрей ермак это глава офиса президента он сказал что сша уже официально объявили о помощи для украины на 400 миллионов долларов в пакет войдут ракеты для патриот на самс или же на самс зенитные ракеты стингер боеприпасы для хаймерс и артиллерии техника и другое супер круто ждем надеемся что как можно в этот пакет входят вещи которые опять же нужны сегодня в этот пакет не включено ничего что связано с эксплуатацией самолетов просто чтобы на то что я здесь вижу да 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 отличное наблюдение должен сказать кстати что буквально перед нашим эфиром там за несколько часов несколько изданий написали будут написали о том что f16 прибудут в украину через несколько недель поэтому подождем посмотрим не знаю так у нас пять минут сажения остается не так много но о чем хочу спросить про что что там судах происходит скажите на пожалуйста о вы знаете суды высосали как у нас говорят весь кислород из комнаты потому что то что происходит с трампом на судах это ведь с одной стороны говорят она рассказывает как зачем эти скабрезные детали нам нужны которые stormy дэниелс актриса фильмов для взрослых нам рассказывать хотя на самом деле она мало чего скабрезного сказала но они были там в миссионерской позиции но он не надел презерватив его как бы могло бы быть еще хуже я уверен но видимо там мало чего было так что оказывается для чего это нам рассказывают чтобы потом когда как бы вопрос том за что заплатили а вот за что заплатили как бы нам показывают что здесь трампу удалось избежать какого взрыва ему удалось избежать шестнадцатом году бросив такую денежную гранату и обезопасив себя на какое-то время но заплатив не таким неправильным образом потому что естественно это было сделано из-за выборов потому что такая бы история после того что произошло в автобусе когда он сказал что можно женщин хватать за любые места когда-то звезда и уже про него думали что он не просто как бы плейбой а что он насильник он угроза и вот после такого заявления там стало бы только увеличило усилило бы его репутацию и реально могло бы навредить ему на выборах поэтому эти детали сейчас должны как бы нас погрузить в такую слегка машину времени перенести присяжных на тот момент когда у нас с одной стороны и квитанции и вот за что это происходило непонятно какой это может иметь эффект но видеть трампа на неподсудимых видеть эту порно звезду который дает фи это ведь на самом деле двадцатилетний это вопрос двадцати лет назад когда-то все произошло она была еще тогда я не уверен насколько она играет звезда сейчас ну но смысл в том что трамп оказался в такой ситуации когда он теряет каждый день который он должен быть на избирательной кампании когда он должен собирать деньги когда он должен делать все на свете а вместо этого он сидит в суде и потом когда он делает заявление это выглядит как террорист хамаса из туннеля выдает значит информацию из посылает секретные месседжи свои оттуда посылы это это не выигрышный вариант мы видим что я сейчас вспомню то ли висконсине то ли в пенсильвании байден кажется уже обошел трампа кажется висконсине у нас 50 к 44 это будет близко будет масса опросов населения это будет все людей пугать но трамп вместо то он не он не набирает людей его люди сейчас по штатам очень нервничают потому что говорят простите с нами не связываются нам не говорят какой у нас план победы в ноябре нам не дают ничего а потому что без вся республиканская партия сейчас всех механизм ушел на то чтобы финансировать и заниматься дональдом трампом то есть он как бы сейчас идет ко дну берется ко дну всю республиканскую партию со всеми кандидатами которые ждали помощи от центра от центр оказался захвачен вот а в это время он сидит на суде и значит только переругивается с судьей и вопрос в том если трамп в конце концов действительно окажется за решеткой наказание за то что он не может себя контролировать за то что он оскорбляет там присяжных ему он может оскорблять судью но он еще оскорбляет присяжных иногда вот это ему стоит денег и если он не сможет себя контролировать как ну требует судья а любого другого человека уже давно бы посадили просто вот за неуважение к суду чтобы охладился не просто так как наказание навсегда вы просто там на какое-то время но трамп вот на это смовит но у меня такое подозрение он думает ему это поможет с популярностью я надеюсь он ошибается но такой член что просто как-то добивается